Петр Аркадьевич, вы меня узнали? Да, ваша удача. Звоните, если понадобится какая-то помощь или... Вы за границей? Ой, извините, пожалуйста, можете говорить. Петр Аркадьевич, у меня для вас очень важная информация. К Святославу приходили какие-то люди, и они предлагали ему деньги за информацию о вас. Нет, я их раньше не видела, но выглядят подозрительно. Я думаю, это очень опасные люди. Святослав? Он согласился продать ваше досье. Я подумала, что должна предупредить вас, Петр Аркадьевич. Даже если это ничего не даст, в чем я, кстати, не уверен, я все равно это сделаю. Я открою глаза Асе на вашу семейку. Я думаю, я смогу убедить ее, что вы со Светиком решили ее использовать. Вика, я не позволю водить себя за нас. Ты все-таки дурак. Андрюша, неужели ты думал, что я могу так рисковать? Что ты имеешь в виду? Ну, неужели ты думал, что я буду использовать девушку в темную, рискуя, что каждый мерзавец в любой момент может ей все рассказать? Я давно сама ей все рассказала. Что значит все? Все? Что тебя так волнует? Что? Съел? И она выйдет замуж за моего Светика, потому что действительно его любит. Такое представь себе еще бывает в жизни. Я еще узнаю, что ты ей рассказала. Слава ее сделает несчастной. Да плевать на Славу, ты дочь поддержи, ты только подумай. Твоя дочь выросла, она замуж выходит. Рая, ну я тебя понимаю, мы в свое время наделали ошибок. Да это тут при чем? Ну, ты обожглась на молоке, дуешь на воду, боишься за дочку, что она тоже... Я не боюсь, Степа. А если ты заблуждаешься? Если все-таки Асенька нашла свое счастье? Несчастье она нашла. Ну, может быть, ты сто раз права. Она же сейчас этого не понимает. К сожалению. И не простит. Если ты на свадьбу не придешь, ты только подумай. Может быть, ведь никогда не простит. Отгорел фейерверк, перестало вертеться, шел тихо. Блеск одежд карнавальных обернулся унылым тряпьем. Опустел балаган и на рыночной площади тихой. То, что было театром, становится нашим жильем. Мне не быть для тебя ни волшебной звездой, ни богиней. Я твой друг орликин, потому и доводится мне Быть гораздо умней, чем положено быть в Колумбине. И гораздо добрей, чем положено просто жить. Я до смерти с тобой поделю и очаг, и подмостки. Если занавес поднят, я буду смеяться и петь. И следить, чтоб завистник в той игре не подсыпал из звездки. И любить тебя так, как никто не сумеет посметь. И любить тебя так, как никто не сумеет посметь. Как он собирается это сделать? Да очень просто. Весь архив был записан у него на флешке. Да. Все, что сгорело, оказалось продублировано. Когда? Я думаю, со дня на день. А вот далеко. Даже очень далеко. Ну что ж, вам надо поторопиться. Поставила руку? Угу. Держи кей ровнее. Целься в середину шара. Давай бей. Но все равно хорошего партнера из меня не выйдет. Ерунда. В цирке даже медведя учат на велосипеде кататься. Смотри. Кстати, я вот все думаю, мне кажется, твоей маме не понравится на нашей свадьбе. Она же по-прежнему меня не жалует. Видишь, совсем не получается. Я даже думаю, что эта свадьба будет для нее лишний стресс. Ты так не хочешь, чтобы она пришла? Ну ты что, малыш, ну ты обиделась. Я просто думаю вслух, рассуждаю. Мне казалось бы, что гуманнее было бы ее пощадить. Не волнуйся. Мама все равно не придет. Алло. Слава, это Иван Рябинов. Я слушаю вас. Надо срочно встретиться. Через час в кафе на Чайковского. Годится? Ну, если дело такое срочное, хорошо, я приду. Кто это? Да так, по работе. Возможно, через полчасика я убегу. Так, ненадолго. Папа. Чего тебе? Я пропал Константиновичу. Ты говорил, что Мальковцев тебя... Как ты думаешь, зачем ему это понадобилось? Не знаю. Он не интересовался. Как? Ты даже не спросил, зачем ему это было нужно? Спросил. Спросил. У них с Викторией свои счеты там. Да? Странно. Странно, странно, странно. Очень странно. Ну, говори. Ну, говори, говори. Говори, говори, говори. Говори. Мальковцев узнал, что Павел оставил все Асе по завещанию. И он сказал, что если Светик женится на Асе, то Виктория все захапает себе. И нам тогда, Дени, в смысле, ничего не достанется вообще. Откуда он узнал про свадьбу? Я сказал. Ты? Как наш банкет? Ничего не забыли? Галь, как это я могу забыть? Для меня это, между прочим, тоже праздник. Думаешь, приятно каждый день винегрета рубать, да сосиски с пера варить? А я, между прочим, повар высшей категории. А я, тетя Ален, и не сомневаюсь. Что в меню? Из горячего мясо с грибами. Мое фирменное блюдо. Очень хорошо. Так, из холодных закусок. Это уж на выбор молодых. Ты вот что любишь? Я? Ну. Заливное можете? Запросто. Мясо, рыба, курица. Рыба. Такая с яичком и зеленью можете? Легко. А Ванька что любит? Ванька? Ну? Так вы лучше знаете, вы столько его кормите. Ладно, придумаем что-нибудь. У тебя еще вся жизнь впереди, чтобы его вкусы узнать. Только Ивану не слово помните? Галь, могила. Заметана. Да. Ну, как там наш Колька? Звонил? Купается, загорает. Звонил. Не купается, холодно уже. Дышит воздухом. Ходит на процедуры. Скучает, наверное. К моим-то вечным разъездам он привык давно. А вот без тебя ему плохо. Да нет, не скучает. Да, из чего бы, действительно. Там же красотища на море-то. Парни вокруг там, девчонки. Ну, о девочках ему еще рано думать. О, не скажи. Он биологией увлекается. Там биостанция неподалеку. Он с орнитологами познакомился. Только и говорит, что о птицах. Птицы? Это... Хорошо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слушай, а может, Колька фокусником станет, как я? Представляешь, будет церковая, так сказать, династия, а? Или нет? Он в науку подастся. Он ведь у нас ботаник. А я этого уже никогда не узнаю. Тамара, что ты такое говоришь, а? Ты даже думать об этом не смей. А я думаю, думаю, Степа. Если я, если со мной что случится, как там Колька? Кто его растить будет, кормить, обихаживать? Родственников-то у нас никого, а ты со своими вечными гастролями. Ну, какой ты отец? Тамара, ну, мы же об этом уже говорили. Я Кольку не оставлю. Можешь об этом не волноваться. А я волнуюсь. Знаешь, ну ты хоть ради сына брось эти вот мрачные мысли, а? Ты еще будешь жить, еще долго-долго. Зачем ты сказал Мальковцам, что Светик женится? Случайно. Ну, так получилось. Он что, нанял тебя следить за всеми в этом доме? Я говорю, случайно так получилось. Ну, что ты так испугалась-то? А вдруг Мальковцев расскажет Виктории, что он узнал это от тебя? Ничего он не расскажет. А вдруг расскажет? И тогда Виктория решит, что это ты сводишь с ней счеты. Мне сейчас совершенно до лампочки. Что там решит Виктория? А мне нет. А вдруг она возьмет и что-нибудь сделает с Диночкой? Знаешь, что? У страха глаза велики. Ничего она не сделает. Да она сама мне сказала! Что сказала? Ничего. Ничего, ничего. Дурочка, я же тебе говорю, у тебя страшилки одни в голове. Угу. Во-первых, ты должна думать только о хорошем, настраиваться, выбросить все плохое. В моем положении, Степа, надо смотреть правде в глаза. А кто ее знает, какая она правда? А мысль, она... О! Материализуется. Фокусник ты мой! Том, ну, я же серьезно. Нужно думать о хорошем, потому что мысль, она воплощается. И это проверено. Кстати, врачи здесь просто великолепные. Да, врачи очень хорошие. Ну, не зря же тебе посоветовали именно эту клинику. Здесь врачи суперкласса. И я говорил с ними. И что? Ну, что? Они просто делают свою работу и хорошо делают. Мне они чудес не обещали. Том, ну, они же не фокусники. Они выполняют свою работу. Делают все, что возможно. И сделают все, что возможно. Да это бог. Но все-таки помнишь, что ты мне обещал. Если со мной что-нибудь случится, ты не оставишь Колю. Том, ну, мы же с тобой уже говорили, ты должна думать только о хорошем. Да я и так думала о хорошем. О тебе, о сыне. Я должна быть уверена, что если со мной что-нибудь случится, он не пропадет. Мне так будет спокойнее. Кстати, а как там в цирке дела? В цирке? Нормально. Ну, располагайся. Дубль два. Саша радостно располагается в квартире, которую ей так неожиданно повезло выиграть. Судьба-то такая. Видишь, как эта квартирка хотела быть твоей. Почти так же, как и я. Тяжелая очень. Ну, начинаю чувствовать себя, как дома. Тебе что, плохо? Нет, все в порядке. О нем думаешь? Понятно. Саша, да он мизинца твоего не стоит. Я не знаю, чего там он не стоит, но то, что он пожалеет о том, что сделал, это точно. Конечно, пожалеет. Нужно быть полным идиотом, чтобы не понять, какое ты сокровище. А Свете кто-кто, но не идиот. Он сейчас похватится. Локти себе будет кусать. Пожалеет. Можно? Да. А... ... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Я бы кофе выпил. Я тебе уже заказал. Ну так что у нас за новые тайны Мадридского двора? Тайны это по твоей части. Ты говори уже быстрей, если есть что сказать. Я, между прочим, из-за тебя посреди рабочего дня сорвался. О Басе хотел поговорить. Это понятно. Что конкретно? Кое о чем предупредить я хотел. Ты говори уже, я тебя слушаю. Она тебя выбрала, да? Это я знаю. Давай не будем начинать со времен царя Гороха. Говори быстрее, у меня очень мало времени. Послушай меня. Тебя выбрала, это ее право. Я с этим смирился. Но я люблю ее по-прежнему, понял? А-а-а. Ну что ж поделаешь. На этом трагическом несовпадении построена вся мировая драматургия. Он любит ее, а она, к сожалению, любит другого. Если ты ее обидишь, если ты ее хоть пальцем тронешь, если она с тобой себя почувствует несчастной... Ой, какие мы благородные, а. Я тебя из-под земли достану, понял? Аня, оставь все дела, отправляйся на рынок. Нам нужно готовиться к свадьбе. Господи, а сколько человек-то будет? Да, все свои. Жених, невеста. И я. Да. Но все равно все должно быть на высшем уровне. Несколько перемен блюд и тому подобное. А Диночка? Что Диночка? Твоя Диночка в загородной школе, и пусть там остается. Ей здесь делать нечего. Как скажете. Ну вот и славно. Анюта. Анюта, ты же сама понимаешь. Она нам только добавит хлопот. Ты сама-то справишься с готовкой? Может быть, в ресторане все заказать? Да что вы, такой праздник. В ресторане еще положат неизвестно что. Или вы думаете, я для свадьбы Светика не постараюсь? Ну вот. И постарайся. Это все, о чем ты хотел меня предупредить? Все. Надеюсь, ты меня понял. Прямо средневековье какое-то. Слушай, а ты случайно на дуэль меня не хочешь вызвать? Что вы предпочитаете? Шпаги, пистолеты? Асю обидишь? Из-под земли достану. Ну сам подумай, что ты можешь мне сделать? Увидишь. Глупость. Мы же цивилизованные люди. Никто твою Асю обижать не собирается. Вот другое дело, если ей вдруг самой разонравится быть со мной, тут уж я бессилен. Ну, женщины, они ведь непредсказуемые, да? Тогда я сам отдам ее тебе. Без обид. Я же, в отличие от тебя, человек спокойный. Послушай, ты. А что? Я же у тебя в долгу, думаешь, я не помню? Джентльмены, они тебе понапрасну кулаками не машут, а долги свои помнят. Какая же ты сволочь, у тебя-то. Ну, начинается. А ведь ты мне жизнь спас. Теперь поди жалеешь, да? Думаешь, лучше бы оставил там гореть в клинике, да? Тише, тише. Люди круглок, тише. Ася, обидишь? Будешь дело иметь со мной, понял? Понял. Погоди, ты сказала, что он пожалеет. Что ты имела в виду? Саша! Саша! Ты чего? Что ты имела в виду, когда сказала, что он пожалеет? То же, что и ты. А чего это ты вдруг? Да мне просто показалось, что ты что-то затеяла. В смысле, отомстить? Ну, если ты и вправду что-то затеяла, лучше не надо. Да я о нем уже думать забыла. Ты постоянно напоминаешь. А Светик, он сам себе накажет. Ну да. Привет. Здорово. А где все? Да кто где? Черт, день такой. Все из рук валится. Еще эти молодожены. Все голову заморочили. А что случилось? Ну, ты же знаешь, я человек простодушный. Я в этих интригах ничего не смыслю. Они взяли, обе свадьбы на один день назначили. Случайно, наверное? Ну да. Может и случайно. Но меня-то пригласили на обе. Я же клоун, я же не фокусник. Я же не могу разорваться сразу. И что думаешь? Куда пойдешь? Не знаю. Вообще-то хотел у тебя совет спросить. Но только учти, что Галина меня первой пригласила. Ладно. Извини, я не хотел. Ну, дело сделано, чего уж. Она просто хотела, чтобы у Ваньки на свадьбе были друзья. Ну, знаешь, такая группа поддержки. Такие, типа, друзья новой семьи. Ну, ты же его друг. Ну, да. Только я тут подумал, оказалось, что я Асе еще больше друг. У меня даже больше поводов за нее порадоваться, чем за Ваньку. Почему? Потому что она замуж по любви выходит. А Иван? А что Иван? На зло врагам. Знаешь, как говорится, на зло бабушке отморожу уши. Ну, что за кайф сидеть на такой свадьбе? Ну, обещал. Я бы на твоем месте... Чего? А вообще бы никуда не ходил. Ну и не ходи. Мне все равно выбирать приходится. Ну, и не пойду. Меня вообще никуда не пригласили. Чего, совсем никуда? Это ты у нас на расхват. А меня, извините, никому не надо. Да ладно, может, просто еще не успели. Ася, а ты кто у нас по знаку? Я Рак. Рак? Значит, твой камень бирюза. У меня мама была Рак. Вот это ее бусы. Иди-ка сюда сейчас посмотрим. Ну-ка. Ну, как тебе? Непривычно. А мне кажется, очень красиво. Надо будет тебе заказать такие же. Чуть повыше. Вот так. Я скажу Светику. Кстати, где он? Он навстречу уехал. Ох уж эти мне встречи. Ты выходишь замуж за очень делового человека. И будь готова к тому, что он в любой момент может сорваться с места. Я готова. Да. Хотела обсудить с вами меню завтрашнего обеда. Светика нет, так что придется нам с тобой этим заняться. Ты что любишь? Я скажу, вы смеяться будете. Почему? Ну, я очень люблю селедку с картошкой. Действительно, очень экзотично. Ну, мы с мамой жили небогатые, поэтому разносолов особо не пробовали. На ужин я очень любила макароны с тертым сыром. Это действительно очень вкусно. Просто я не думаю, что для свадебного стола это уместно. Ну, да. Хотя я тоже люблю макароны с тертым сыром. Ну, скажи, может быть, запомнила, где-то в гостях была что-то необычное, вкусное. У нас Анюту знаешь, как готовят? Вот ей что ни скажи, она все сделает. Виктория Андреевна, в чем дело? Я подумала... Что такое? Говори. Я подумала, может быть, отложим свадьбу, а? Почему? Галь, постой на минуточку. Мне некогда. Ой, ну, Рустик, ну что у тебя опять с лицом, а? Как будто тебя пыльным мешком ударили. Разборки будешь устраивать, да? Знай, у меня начинается новая жизнь, и мне никакие разборки не нужны. Да нет, я спросить хотел, а где ты, вы свадьбу будете праздновать? Нигде. Ну, я серьезно. Скажу тебе честно, торжеств не планируется. Ну что, вы даже нигде не посидите? Даже если где-нибудь посидим, тебя это не касается. Тебя не позвали. А почему? Можно узнать? Почему? Да если ты вот в такой физиономии придешь, ты весь праздник к нам испортишь. Я обещаю. Я просто хотел от души, от чистого сердца поздравить тебя, Ивана. Угу, от души. Ты от души напьешься и устроишь балаганы. Галь, ну какой балаган? Да что ты на меня кричишь вообще, а? Балаган, драку, пьянку, не знаю что. Только мне вот эти эксцессы на свадьбе не нужны. Я хочу, чтобы у меня была такая свадьба, о которой будет потом приятно вспомнить. Понимаешь? Без всякого вот этого вот. Вальдемар, можно вас на минуточку? А сейчас уходи. Рустик, иди. Вообще-то я очень спешу, Галя. А мне всего на пару минут. Ну что такое, Асенька? В чем дело? Хотя я понимаю, это бывает. Да, да. Бывает. Знаешь, когда я выходила замуж, я в последний момент тоже испугалась. На меня как будто ступор какой-то нашел. Я хотела все отложить, отменить. Подумала, вдруг это все несерьезно, вдруг не на всю жизнь. Поверь мне, это все от волнения. Нет, я не поэтому. А в чем же ты сомневаешься? Ты что, не любишь Светика? Люблю, очень люблю. Тогда сомневаться не о чем. Зачем откладывать? Почему? Понимаете, у моего отца очень тяжелая ситуация. Его жена тяжело больна. Подожди, что, твоя мама заболела? Нет. Мама, слава богу, здорова, но у отца есть другая семья. И вот та женщина, она, она очень хорошая. И вот как раз завтра должна быть операция. Ну, Ась, это жизнь. Операция очень сложная. И неизвестно, выживет она или нет. Папа очень сильно переживает. И вот я и подумала, что как раз в этот момент я буду развлекаться. Ты удивительная девочка. Так вот, может быть, мы отложим свадьбу, пока эта ситуация не разрешится, а? Ася, давай поговорим как взрослые люди. Хорошо? Я согласна, ситуация непростая. Но ты представь, а вдруг завтра эта женщина, как ее зовут? Тамара. Тамара. А вдруг она завтра умрет? Не дай бог. Не дай бог, конечно, но вдруг это случится? Тогда в вашей семье будет траур. И тогда вот действительно праздновать свадьбу будет совершенно неуместно. Ну да, я понимаю. Но все равно очень хочется надеяться, что все закончится благополучно. Очень. Мы все на это надеемся. Ты же знаешь, Павел тоже в больнице. И тоже в очень тяжелом состоянии. Ну, мы же не хотим, чтобы свадьба отложилась вообще на какой-то неопределенный срок. Нет? Нет. Светик так ждал этого. Он так мечтал назвать тебя, наконец, своей законной женой. Я тоже очень мечтаю. Поэтому давай сделаем так. Так, мы все будем надеяться на хорошее. И все будем желать только хорошего. А завтра мы скромно, но все-таки отметим вашу свадьбу. Договорились? Договорились. Ну вот и умница. Вальдемар. Я хочу попросить у вас прощения. Прощения? На тебя это не похоже. За что? А знаете, век живи, век учись. Это правильно. Становлюсь замужней женщиной. Хочу быть мудрее, лучше. Это замечательно. Замечательно. А все-таки прощения за что? Ну, как за что? Ну, помните тот разговор про деньги? Ну, когда я говорила про свадьбу Ивана с Асей. Ну, что весь коллектив готов отдать все сборы. Ну, да, да. Я помню. Разговор был неприятный. Да просто ужасный разговор. И мне до сих пор стыдно, очень стыдно. Хорошо. Словно черт попутал. Честное слово. Только я вас очень прошу, вы забудьте это все, как страшный сон. Хорошо? Хорошо. Считай, что забыл. Не все еще. Второе. Я приглашаю вас на нашу свадьбу. Свадьбу? А Иван говорил что-то, что этого не будет. А он и не знает. Жених не знает про свадьбу. Что-то новенькое. Это ему подарок от невесты. А свадьба будет еще какая? Самая лучшая свадьба. Только вы смотрите, не проговоритесь. А то номер сорву. Не пугай меня, я пуганый. Да что я говорю? Зло. Это шутка, Вальдемар. Вы приходите, пожалуйста, ладно? Я вас очень прошу. Хорошо, я подумаю. А за приглашение спасибо. 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 Ну а что? Ну а где сахар-то? Ну что такое сегодня с тобой? На, насыпь, насыпь мне сама. Ну что ты делаешь? Ну ты что все рассыпал? Вот подожди. Что с тобой сегодня, а? Пап, я за Диночку очень волнуюсь. Дело в том, что она знает об этой свадьбе. Ее не позвали, она возьмет и учудит что-нибудь. Как знает? Откуда? Ну, она позвонила сюда, трубку взяла Ася. А с каких это пор она здесь трубки берет? Ну, рядом никого не было. Она и взяла. Ну, наверное, думала, что по делу кого-нибудь. А Диночка спросила, кто это. Ася, возьми и скажи, я невеста Славы. Невеста? Ну и что, ну подумаешь, она же не сказала, когда точно будет свадьба. Ну, пап, если невеста в доме, значит, свадьба уже не за горами. Ты представляешь, как Диночка сейчас переживает? А может быть и нет, не переживает. Ты ведь никогда ничего не чувствуешь. Я знаю. Она после этого звонка больше ни разу не позвонила. Вот. Значит, она тем более не переживает. Она, может быть, там в школе закрутила с кем-нибудь роман. И смотрит на нас оттуда сверху. И видит нас в мелком виде. Если бы. Да. Ну ладно, перестань. Вы, баба вечера, ну придумывайте. Бог весть, что. Я думал, действительно что-то случилось. А ты, ой, Диночка из школы не позвонила. Ну что, их не видали. Ну, события, что ли? Ну. Вот увидишь. Пап, вот увидишь, это очень плохо, что Дина знает об этой свадьбе. Очень плохо. Привет. Привет. Где был? Да так гулял. Ходил, думал. О чем? О жизни и о будущем. Ни о чем. Да ладно, я же вижу, что ты врешь. Я вру? Точно, точно врешь. С чего ты взяла? Да ты просто с виду такой кремень. А на самом деле, о нашей свадьбе думаешь не меньше, чем я. И, скорее всего, готовила мне какой-нибудь сюрприз. Точно, точно, готовила мне сюрприз. Ладно, ладно, не рассказывай. Сюрприз так сюрприз. Потом все узнаю. Мы же договорились без всяких сюрпризов. Ах, да, конечно, конечно. Галь, я не знаю, что у тебя в голове. Но я серьезно говорю, завтра мы распишемся и все. Ты только не нервничай, ладно? Как скажешь, так и будет. Вот, например, Марфа. Или там... Агафья. Или... Серафим. А как тебе? Клавдия. Клава? Клава? Клава замечатель. Клавдия Вениамином. Есть еще много других мужских имен забытых. Например, Перентий, Макар. 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 Чудесно, мне очень нравится. Егорушка. Парфен. Иннокентий. Клементий. Лучше Прокоп. Прокоп. Федот. Прокоп замечательно. Прокоп. Саша, а на каком сроке, понятно, мальчик или девочка, а? Алло. Да. Ярик? Ну, наконец-то. Где тебе столько времени черти носили? Завтра прилетаешь? Ну, конечно, встречу. Ну, конечно, Ярик. Все я запомнил, да. Как у нас? Ну, как? Прилетишь, расскажу. Да. Все, договорились. До встречи, до встречи. Ярик. Действие двадцатое. Картина двадцать пятая. Все те же. Все там же. Ты знаешь, я даже соскучилась по этому кафе. Ну, куда мы пойдем? М-м-м. За наш столик. М-м-м. Так. Хотя я все равно толком так и не поняла, зачем мы сюда вернулись. Мы вернулись. А тем более в такой спешке. Нам ведь там было очень хорошо, правда? Мы вернулись, дорогая. Что-то, чтобы разобраться с делами. Ничего другого я и не ожидала услышать. С какими? На сей раз. Выяснилось, что Святослав не успокоился. Значит, эту проблему надо решить. Раз. И навсегда. Ну, ты сумеешь сделать так, чтобы не пострадала Саша? Как-никак, она моя племянница. Ты хорошо, надеюсь, это помнишь? Здравствуйте. Это Дина. Очень жаль, что никто не хочет подойти к телефону. У меня есть подарочек Святославу. Как раз к свадьбе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!